В заседании парламента накануне по скандальному делу Белизгейт было, открыто говоря, жарким. Депутаты просят взять под стражу экс-главу ГКМБ Абдиля Сегизбаева за то, что он вводил в заблуждение депутатов Джогур-Кукинеша и общественность. Речь идет о документах, подтверждающих, что три депутата от фракции Атамикен участвовали в продаже ЗАО «Альфа-Телеком». Полученную прибыль они вывели на офшорные счета в банках государства Белиз. Напомним, именно эти сведения были предоставлены Сегизбаевым в 2016 году экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Официальных документов по так называемому Белизгскому делу в отношении одного из наших коллег, официальных документов ГКМБ нет. Это говорит о том, что два года назад, когда представитель ГКМБ Абдиль Сегизбаев выступал перед парламентом, громогласно заявлял, что есть материалы в отношении депутатов, трех депутатов, говорил Фомиде одной из фракций, что они участвовали в каких-то коррупционных делах, и это подтверждение. То есть он лгал по существу. Как отметил нынешний председатель ГКМБ Идрис Хадркулов, документы из Белиза с 2016-го. Официально не поступали и в ГКМБ не регистрировались. Проведено служебное расследование, чтобы установить достоверность озвученных два года назад сведений. Абдиль Сегизбаев в 2016 году продемонстрировал его на всю страну, и чтобы потом его не разоблачили, поставил гриф секретности. Поэтому из-за этого грифа секретности они не могут сейчас это открыто сказать. Поэтому вчера потребовали, чтобы убрали, рассекретили этот документ, убрали гриф секретности, и тогда генеральная прокуратура будет вынуждена сказать всю правду. Я знаю всю правду. С Белиза пришел документ о том, что этот документ является, который Сегизбаев демонстрировал, этот документ является фиктивным подделанным документом. Однако о результатах расследования депутаты так и не узнали, документы оказались засекречены. В свою очередь, народный избранник Джан Аракаев отметил, что отдельные органы давали не совсем правдивую информацию на государственном уровне. Отдельные госорганы здесь, за трибунами, предоставляли нам ложную информацию, обманывали и общественность тоже. Я призываю дать этому соответствующую оценку. Ему должно быть стыдно ходить по улице. Предпринять более жесткие меры потребовал депутат Исхахмас Алиев. Он считает, что заложенные документы по делу о Белизгейте, бывшего председателя Госкомитета национальной безопасности Абделя Сегизбаева, следует привлечь к ответственности. Одновременно он вводил в заблуждение и президента страны, и всеобщественной страны. Если вы помните, по телевидению сурадовесили, грузили, вот какой негодяй эти трое депутатов. Теперь, вот сейчас, вчера на заседании, руководитель ГКНБ сказал, что официально полученных данных никаких у нас нет. Также он добавил, что прошло два года со дня расследования по делу Белизгейта, а итогов до сих пор не видно. Напомним, скандальное дело длится еще с ноября 2016 года. Елизабет Балбакова, Эрмик Раимбеков, НИО-ТВ.